За последние два десятка лет в Ингушетии жертвами бандитов стало свыше 400 работников правоохранительных органов. В память о погибших сотрудниках сегодня в Магасе состоялось травмное мероприятие, на которое собрались представители силовых ведомств, ветераны МВД, а также родные и близкие сотрудников погибших, исполняя свои служебные обязанности. Репортаж Мадина Пугоева. Вот уже который год Роза Годоборшева приходит к памятнику погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам правоохранительных органов, чтобы в очередной раз увидеться и пообщаться с такими же, как она, вдовами, матерями, родственниками и коллегами тех, кто стоял на защите Родины и кого уже не стало. Даже спустя столько лет Роза ни разу не пожалела о том, что ее покойный муж когда-то выбрал именно эту профессию, несмотря на то, что времени на семью у него почти не оставалось. Постоянно был на работе, день и ночь работал, не было ни выходных, ни отпусков, ничего. Это было тяжелое время, 90-е годы, тогда очень сложная была обстановка в республике. Таких, как Роза, здесь немало. На траурные мероприятия пришли не только родные и близкие погибших, но и те, с кем вместе они долгие годы стояли на страже Отечества. Ну, думаем о погибших, конечно, в первую очередь, которые рядом стояли с нами, которые бок о бок служили со мной и со всеми с нами, вот товарищи вот эти. И посочувствовать их родителей, их жен, сестер, братьев. Перед собравшимися со словами соболезнования выступил председатель правительства Ингушетии Абубакар Мальсагов, который отметил значимость подвига погибших сотрудников сил правопорядка. Мы говорим слова благодарности тем сотрудникам, которые ценой своей жизни, самой большой ценой, которую может быть у человека. Отдали эти жизни на то, чтобы сегодня наша республика процветала, мир и спокойствие было и в нашей республике, а в целом и в России с вами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших сотрудников. За последние 20 лет в Ингушетии от рук бандитов погибло более 400 сотрудников правоохранительных органов. И только с недавних пор жители республики смогли вздохнуть спокойно, будучи уверенными, что на своей родной земле бояться за свою безопасность уже не стоит. У всех, наверное, в памяти еще вот те годы, начиная с верломного нападения в 2004 году до вот этих тяжелых, прямо скажем, лет 2007, 2008, 2009, когда наши сотрудники гибли практически каждую неделю, чуть ли не каждый день, когда веером шли подрывы, обстрелы. Сегодня в республике это может, не может не заметить, только слепой, наверное, совершенно другая обстановка. Вот практически, я вам хочу сказать, в 2015 году, вот осталось до конца года, если с небольшим, практически ни одной активной вылазки бандпанполя не было. Наоборот, мы активно работаем, вот на прошлой неделе только нашими сотрудниками уничтожены. Два банклидера, лидер по бандпанполе республики, лидер Назрановского сектора, совместно с сотрудниками ФСБ, последние несколько дней уничтожены несколько бункеров. Чтобы отдать дань памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, собравшиеся прочитали дуа и возложили цветы к мемориалу. Они погибли на боевом посту, и их жертвы не были напрасны. Фамилия каждого сотрудника не просто высечена на мемориальной плите, но и навечно осталась в памяти тех, кто не успел с ними даже попрощаться. Полпредпрезидент России в СКФО Сергей Мельков распорядился оказать материальную помощь семьям погибших сотрудников. Двум из них от имени полномочного представителя подарки вручил лично министр внутренних дел Ингушетии Александр Трофимов. Далее собравшиеся отправились в музей истории МВД Ингушетии, где смогли посмотреть на фотографии и личные вещи погибших сотрудников. Мадина Пугоева, Рамазан Мержоев, Новости 24.